Уважаемая госпожа Пак Конхё, уважаемый господин Сензю Абе, дорогие друзья, дамы и господа, приветствую вас во Владивостоке на втором Восточном экономическом форуме. В нынешнем году он собрал более трёх тысяч гостей из 35 стран мира. Видим в этом растущий интерес политических и деловых кругов Азиатско-Тихоокеанского региона, да и других регионов к России, к нашей дальневосточной повестке в целом, к нашим шагам и инициативам, которые открывают принципиально новые возможности для сотрудничества, для реализации перспективных проектов на Дальнем Востоке. Мы поставили перед собой в полном смысле амбициозную, огромную по масштабам задачу сделать Дальний Восток одним из центров социально-экономического развития нашей страны, мощным, динамичным и передовым. Как уже говорил, это один из наших важнейших общенациональных приоритетов. Мы видим здесь реальные перемены, первые, но всё же значимые и обнадёживающие результаты. Так, сейчас рост промышленного производства на Дальнем Востоке более 5%. В целом по стране у нас тоже наметился довольно скромный рост 0,3%, но на Дальнем Востоке – 5%. За прошедший год в регион дополнительно привлечено более 1 триллиона рублей инвестиций. Это порядка 15 миллиардов долларов. Запущена реализация свыше 300 инвестиционных проектов. Это означает, что предложенные механизмы поддержки бизнеса востребованы. И, наконец, главный, консолидированный, самый ценный показатель происходящих на Дальнем Востоке изменений – формирующаяся позитивная демографическая динамика. Впервые за четверть века в Хабаровском крае, на Сахалине, в Якутии, на Чукотке начала расти численность населения. Третий год подряд в Дальневосточном федеральном округе рождаемость превышает смертность. Всё меньше жителей уезжают с Дальнего Востока. Отток ещё, к сожалению, есть. Но в целом по Дальневосточному федеральному округу за первое полугодие миграционный отток сократился в 3,5 раза. Да, демографические показатели ещё скромны, но, повторю, они демонстрируют наметившуюся тенденцию, и мы обязаны её подхватить и сделать необратимой. Уже в ближайшие три года нам необходимо выйти на устойчивый прирост численности населения на Дальнем Востоке. Обращая на это внимание правительства всех министерств и ведомств, мы должны нацелить, сфокусировать на решении этой задачи наши государственные программы, прежде всего, конечно, в экономике, демографические программы, социальные программы, жилищную политику, здравоохранение и образование. Дамы и господа, в основе стратегии развития Дальнего Востока открытость к сотрудничеству, к широкой международной кооперации, тем более, что Дальний Восток находится буквально в эпицентре динамичных интеграционных процессов. Последовательно развивается Евразийский экономический союз, расширяются его международные связи. Уже в октябре текущего года в Москве состоится первый раунд переговоров по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между странами Евразес и Китайской Народной Республики. Тем самым создаётся основа для всеобъемлющего евразийского партнёрства в формате 5 плюс 1. Всё более весомой и многообещающей становится торгово-экономическая повестка и в рамках Шанхайской организации сотрудничества ШОС, в том числе с учётом предстоящего полномасштабного присоединения к организации Индии и Пакистана, а затем, надеюсь, и Ирана. Словом, сегодня в Евразии формируется сразу несколько интеграционных контуров. Они гибко дополняют друг друга, позволяют реализовывать проекты на принципах взаимной выгоды. Считаем, что эта интеграционная сеть, система многосторонних и двухсторонних соглашений, в том числе о зонах свободной торговли, может стать основой для формирования большого евразийского партнёрства. Именно об этой идее мы говорили и на Петербургском экономическом форуме летом этого года. Сейчас вместе с коллегами по Евразес мы вырабатываем консолидированные, практические предложения по развитию такой широкой евразийской интеграции. Они касаются вопросов регуляторики, унификации административных процедур, снятия торговых барьеров, поддержки товарных и инвестиционных потоков, технологической и производственной кооперации, защиты интеллектуальной собственности, строительства инфраструктуры. Убеждены, эффективная интеграция может строиться только на основе равноправия всех участников, уважения и учёта взаимных интересов без какого-либо политического или экономического диктата, навязывания односторонних решений. В нашем понимании интеграция – это предсказуемые, долгосрочные правила, – это открытость для сотрудничества с другими странами и объединениями как на Востоке, так и на Западе. В свою очередь, готовы внимательно изучать любые встречные идеи, совместно искать оптимальные решения со всеми, кто заинтересован в таком сотрудничестве. Мы понимаем, что это масштабные, сложные и долгосрочные задачи. Проект, о котором я говорил, может быть реализован только в рамках гибкой, многоуровневой модели с использованием новаторских решений в интересах экономического роста и повышения благосостояния населения этого огромного региона. Мотором движущей силы нашей интеграции должна стать энергия и инициатива бизнеса, его очевидный и постоянно растущий запрос на снятие барьеров, на формирование крупных рынков с дружественной деловой средой. И, конечно, такая интеграция должна опираться на серьёзные совместные проекты, которые будут буквально сшивать наше экономическое пространство, создавать дополнительные ресурсы для развития. Хотел бы обозначить ряд таких проектов и таких возможностей. Первое – это надёжная энергетическая инфраструктура. Мы поддерживаем инициативу компаний России, Японии, на Республике Корея и Китая по созданию энергетического суперкольца, которое свяжет наши страны. Для более быстрой, динамичной реализации этого проекта предлагаем сформировать межправительственную рабочую группу. При этом хочу подчеркнуть, что Россия готова предоставить нашим партнёрам конкурентную в АТР цену на электроэнергию и зафиксировать её на долгосрочный период. Второе – это, конечно, транспортная инфраструктура, формирование новых конкурентных трансевразийских и региональных маршрутов. В качестве примера приведу транспортные коридоры Приморья-1 и Приморья-2, которые позволяют сформировать кратчайшие пути доставки грузов из северо-восточных провинций Китая к портам юга Приморского края, а также строительство российского участка транспортного маршрута Европа-Западный Китай. Мы вот об этом с коллегами, об этом, а также о развитии других маршрутов и транспортной инфраструктуры совсем скоро будем в России говорить и на президиуме Госсовета. Третье – мы живём век информационного общества, стремительного развития цифровых телекоммуникационных интернет-технологий, и нужно использовать возможности, которые они открывают в интересах сотрудничества, для того, чтобы органы власти, компании наших стран могли вести дела и взаимодействовать в удобной электронной форме. В связи с этим предлагаем сформировать общее пространство цифровой экономики. Речь идёт о создании правовых и технологических условий для электронного взаимодействия. Также прошу правительства России представить конкретный план работы в этом направлении. Тем более, что здесь у нас есть и неплохой задел. Евразийская экономическая комиссия уже ведёт создание интегрированной информационной системы. Система взаимодействия в сфере транспорта, внешней торговли, таможенных, ветеринарных, налоговых и других процедур. Четвёртое – нам необходим кадровый технологический задел для будущего. В этой связи приглашаем партнёров к проекту по созданию на острове Русский международного научно-образовательного и технологического кластера. Мы намерены сформировать здесь систему поддержки стартапов, включая венчурное финансирование, организовать сеть лабораторий для современных научных исследований, создавать современную бизнес-инфраструктуру, включая деловые и выставочные центры. Заинтересованы в том, чтобы сюда приезжали иностранные преподаватели и студенты, работали исследовательские, творческие, проектные команды из других стран. Вот, насколько мне известно, уже две с половиной тысячи иностранных студентов учатся здесь, на площадке Дальневосточного федерального университета, десятки преподавателей из других стран. Вот сейчас мы только с коллегами присутствовали при открытии океанариума Дальневосточного. Но это не просто коммерческий центр, это научный, образовательный, просветительский центр, где, мы надеемся, тоже будет выстроена хорошая кооперация на уровне ведущих учёных региона и всего мира по изучению биологии моря. И прошу правительства ускорить разработку комплексной программы развития острова Русский. Дамы и господа, проекты, которые я назвал выше, отражают всё многообразие возможностей для совместной работы на Дальнем Востоке. И чтобы он стал центром интеграционного притяжения, площадкой для сотрудничества, мы создаём максимально благоприятные условия. Так уже с 1 октября в свободном порту Владивосток начинает действовать единое окно для прохождения всех контрольных процедур пересечения государственной границы, круглосуточный режим работы пунктов пропуска, электронное декларирование грузов. Вчера только встречались с представителями бизнеса. Я знаю, что и здесь пока не всё функционирует так, как нам нужно, но мы услышали ваши замечания и будем совершенствовать нашу работу. Также правительство уже ведёт работу, призванную упростить порядок получения виз для иностранных граждан, пребывающих в свободный порт. Планируется, что все формальности можно будет урегулировать через интернет-сервис российского МИДа, получив электронную визу. Кстати, режим свободного порта помимо Владивостока недавно расширен ещё на четыре гавани Дальнего Востока. Ваня на Хабаровском крае, Корсаков в Сахалинской области, Петропавлов с Камчатской, в Камчатском крае, а также Пивек на Чукотке. Добавим и ещё, если потребуется. На той же встрече с бизнесом, о которой я уже сказал, говорилось о том, что этого недостаточно, и некоторые представители бизнеса остались, что называется, в накладе, не получив соответствующую льготу. Обязательно все эти вопросы рассмотрим дополнительно. Мы вчера говорили также о том, как идёт работа в так называемых территориях опережающего развития. Поднимался ряд вопросов, в том числе по порядку предоставления льгот по налогу на прибыль. Согласен с тем, что нужно учитывать специфику проектов, их масштаб и сроки реализации. Полагаю, что для крупных долгосрочных проектов льготный период должен быть продлён. Вчера мы обсуждали этот вопрос и с министром финансов Российской Федерации. Минфин в целом согласен. Прошу подготовить как можно быстрее соответствующие поправки в законодательстве. Мы уверены, что больших и значимых проектов будет много. Дальний Восток с его географией, природными ресурсами, прямым выходом на самые перспективные мировые рынки – это поистине неисчерпаемые возможности для приложения предпринимательской инициативы. Не раз уже говорил, нам необходимо качественное изменение делового климата во всех регионах Дальнего Востока. Дальневосточные регионы должны стать примером использования лучших практик в регуляторике, в разрешительных процедурах, в контрольно-надзорной деятельности, в работе институтов поддержки бизнеса. На развитие предпринимательства, на то, чтобы люди обустраивались на Дальнем Востоке, направлен и наш проект бесплатного предоставления гражданам России земельных участков, так называемый Дальневосточный гектар. Сейчас этот проект реализуется в пилотном режиме, и, как показывают результаты, интерес у людей есть. Важно не только дать землю, но и помочь её освоить. Граждане, которые захотят открывать здесь свой бизнес на полученной земле, смогут воспользоваться мерами поддержки со стороны корпорации развития малого и среднего предпринимательства – правовой, имущественной, кредитной поддержки. Добавлю также, что для малого и среднего бизнеса, который работает в ТОРах и свободном порту, корпорация предоставит повышенное гарантийное покрытие по кредитам. Его размер составит 75%. Ещё одна проблема – инфраструктурные ограничения и неконкурентный уровень издержек. Мы должны, безусловно, стремиться к тому, чтобы снять с бизнеса эти гири, дать возможность инвесторам, что называется, заработать как следует, чтобы их проекты заработали как следует, полетели, если можно сказать. В этой связи рассчитываю, что новый состав парламента в первоочередном порядке до конца текущего года рассмотрит закон, который обеспечит снижение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Вопрос непростой, мы долго его дискутировали, обсуждали, но решения на уровне исполнительной власти сформулированы и приняты окончательно. И здесь, в тех регионах, где тариф явно завышен, где он явно является преградой для развития бизнеса и ухудшает жизнь граждан, эта ситуация может быть исправлена, должна быть исправлена в самое ближайшее время. Далее, сегодня мы уже предоставляем прямые государственные субсидии инвесторам на создание транспортной, энергетической и иной инфраструктуры для открытия новых производств. Сейчас думаем над совершенствованием механизмов поддержки. Инвестор, который самостоятельно построит внешнюю инфраструктуру, должен получить эту дополнительную поддержку со стороны государства. Не буду сейчас забегать вперёд, разные есть предложения, но они обсуждаются, и в конечном итоге, уверен, решение будет найдено. Одновременно нужно дать возможность компаниям привлекать доступные по цене финансовые ресурсы. Такую задачу решает сейчас Фонд развития Дальнего Востока. Он предоставляет средства под 5% в годовых рублях. Спрос большой, предприниматели буквально стоят в очереди, и чтобы не тормозить запуск новых проектов, обеспечить их источниками финансирования, нужно, конечно, постоянно думать над вопросом докапитализации фонда. И, конечно, в целом перед нами стоит задача формирования развитой финансовой инвестиционной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Такие проекты уже реализуются. На форуме вы можете познакомиться с презентацией новой инвестиционной системы «Восход». Она открывает отечественным и зарубежным инвесторам прямой доступ к акциям и облигациям дальневосточных компаний. Отмечу, что на полях форума было подписано соглашение между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и одним из крупнейших мировых банков – японским банком международного сотрудничества «Джибик». Будет создана совместная платформа по привлечению японских инвесторов в территории опережающего развития и свободный порт. Хорошим примером взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества стал и заработавший в этом году российско-китайский агрофонд. Он поддерживает экспортно-ориентированные проекты в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Уверен, что Дальний Восток с его земельными, морскими ресурсами способен стать одним из ведущих крупнейших поставщиков качественного, экологически чистого продовольствия для АТР региона, где живёт почти 60% населения нашей планеты. Предлагаю нашим партнёрам из Японии, Республики Кореи, других стран подумать о формировании аналогичных совместных инвестиционных платформ. Они могли бы сосредоточиться на финансировании проектов не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, в сфере высоких технологий, в области освоения природных ресурсов, словом, в отраслях с большим, если не сказать, с очень большим потенциалом. При этом нужно связать доступ к нашим природным ресурсам с инвестициями в их переработку. И прошу правительства разработать и реализовать такой механизм для Дальнего Востока. Подход должен быть очень простым. Хочешь получить преимущественное право пользования сырьём, морской аквакультурой, лесными участками, осваивать месторождения, строй перерабатывающие заводы, приносить технологии, создавать новые рабочие места и высокую добавленную стоимость. Дорогие друзья, судьба Дальнего Востока неотделима от судьбы России. Именно так считали и наши предки, которые осваивали дальневосточные земли и принесли славу Отечеству. Мы начали новый исторический этап развития наших восточных территорий. Он рассчитан на десятилетия вперёд. Задача, которую предстоит решить на Дальнем Востоке, беспрецедентна по своему масштабу и значению. Мы прекрасно осознаём свою громадную ответственность перед гражданами России и перед будущими поколениями страны. Я абсолютно убеждён в осуществлении всех планов, которые мы наметили. Уверен в успехе нашего Дальнего Востока. Благодарю вас за внимание. Спасибо.